Итак, мы с вами продолжаем изучать великую книгу великого учителя еврейского народа Рабыну Ашера Роша. И вот то, что я хочу вам прочитать. Выполняйте заповеди не ради того, чтобы получить за это награду, и избегайте греха не только из страха перед наказанием, но старайтесь служить Творцу из любви. И, прежде всего, старайтесь исполнять заповеди не ради того, чтобы получить за это награду. На самом деле, как живет человек? Помните, в детстве мама говорила, будешь делать так-то и так-то, я тебе поставлю угол. Будешь делать так-то и так-то, если будешь делать, то ты получишь конфету петушка на палочке. Помните, цыганки продавали в нашем детстве. Итак, человек растет. И это то, что как бы сопровождает его понимание детства. Я хороший мальчик. Мне 30, 40, 50, 60 лет. Я еще больше, я уже даже в кипе. У меня есть такие ниточки на краях одежды. Я встаю утром, надеваю тфелин, говорю шма, стараюсь учиться, стараюсь не говорить лошонара. Какой хороший мальчик. Но то, что написано в Торе, те уроки, которые мы учим из Торы. Я хочу вам привести один пример. Мы, весь еврейский народ, учат книгу Бамидбар. Это четвертая книга Торы, Бамидбар. И когда мы вспомним события, которые перечисляются в книге Бамидбар, мы сразу вспомним, как на протяжении 40 лет еврейский народ гневит Творца и так далее. И после греха разведчикам вынесен приговор, что не войдут в страну Израиля. Страшные вещи. Это книга Бамидбар. Но на самом деле наши мудрецы объясняют, Сфатемет объясняет, что есть не книга Берешит, это книга начала творения, это книга основ, рассказывающая о наших працах. И завершается она тем, что наш братец Яков спускается со своей семьей, 70 душ спускается в Египет. Но следующая книга «Шмот» и также книга «Воикра» – это о том, как мы, выйдя из Египта, получили Тору, как исполнять мы должны Тору в переносном храме, а книга Бамидбар. Остановимся. Последняя книга Торы – это «Дворим». Это повторение слов Торы нашим учителям Моше. «Какое же место занимает книга Бамидбар?» И объясняет Сфатемет. Она рассказывает о том, как Тора вошла в сердца и в тела еврейского народа. Она описывает величие еврейского народа, ведь это поколение, которое оказалось достойным, чтобы благодаря им спустилась Тора в мир. Это то, что сказано, что Творец ждал 2448 лет, чтобы Тора соединилась с еврейским народом. Это то, что пишет Раши. «Бэ решит, бешвиль решит. Ради начал, ради двух начал сотворил Творец небо и землю. Ради начала его путей – это Тора. И ради начала его посевов – это мы с вами. Это еврейский народ. И именно поколение, вышедшее из Египта и ставшее достойным того, чтобы Тора спустилась в мир». И это 40 лет, на протяжении которых еврейский народ учит Тору. Ведь Муше, получив новый закон от Творца мира, передавал его еврейскому народу. И то, что я хочу показать. Наша глава «Бамидбар» и книга «Бамидбар», глава «Бамидбар» по-другому называет ее в Талмуде «Книга чисел». Перечисляются сыновья Израиля. «Сыу» – это «вознесите». И этому Шерабейну и Арон должны перечислить весь народ Израиля. «Сыу» – «вознесите». А сразу вспоминается то, что сказано у пророка Ишаяу «Сыу» – «Маром и Нейкем» – «Урэу ми бараколь эле». «Вознесите ваши глаза к небу и посмотрите, кто сотворил все это». «Ми эле» – это имя Творца, Элоким. Но для этого надо поднять голову. А здесь говорится, что Муше должен вознести головы всего еврейского народа. Это пересчет. Но с другой стороны, что это? Это вознесение головы. То, что мы получили по традиции, так объясняет сын Рамбама, Рав Аврам. Он пишет, что это то, что мы получили от вавилонских гаонов, что тот, кто слышал Муше, тот, кто увидел его, он в какой-то степени поднимался на пророческий уровень. А ведь Муше, когда принесли ему все родословные, каждый человек, который проходил перед ним, он его благословлял. Это то, как Муше вознес сыновей Израиля. А следующая глава просто называется «Насо». Тоже это говорится о сыновьях Гершона, Мерарии, как перечисляются левиты отдельно, гвардия Творца. И, наконец-то, наша следующая глава «Баалотха», когда будешь подниматься. О чем идет речь? Завершается глава «Насо» приношениями, при освящении храма, то, что приносили главы колен, начиная от главы колена Иуды Накшона бена Минадава и до последнего колена. И наша глава начинается с того, что Муше передает Аарону заповедь о Творца, что он должен возжигать Минару, семисвежник в храме. И наши мудрецы учат, какая связь между одним и другим. И это то, что открывается, что Творец отвечает на просьбу Аарона. Аарон, сказано, когда он видел, как все главы колен приносили свои приношения в храме, жертвоприношения, колесницы, быков, благовония, он глава колена Леви. Увидел, что принесли все двенадцать колен, а он не принес. Как? Он же приносит жертвы в храме, он приносит благовония, воскуряет и так далее. Открыл это Аарон. Ведь это было добровольное пожертвование всех глав колен, начиная от Накшона бена Минадава, который первый принес. И сказано, что Моше не хотел принимать его приношения, то есть так же, как овчег Завета. Со скрижалями должны были нести левиты на плечах. Он думал, и все принадлежности храма они должны нести на плечах. Близость к тому, что составляет храм. Ведь вспомним то, что Творец сказал, «Вы асули мигдаш, вы шаханты беттохам, и постройте мне переносный храм, я буду находиться в вас». Так думал Моше. И вдруг Накшом бена Минадав приносит быка, приносит эти повозки. И только когда Творец сказал правильно, «Прими их», они были приняты, что есть часть, то, что составляет храм, которая должна вестись на повозках. Это брусья, это столбы, это покрывало. И Творец согласился, потому что это добровольное пожертвование было от глав еврейского народа, от двенадцати глав двенадцати колен. А Аарон, он не почувствовал этого призыва, и он не принес, и он переживает, «Почему я хуже? Почему Творец мне не открыл?» И мы должны понять, в чем смысл этих жертвоприношений. Мы сказали, выполняйте заповеди не ради того, чтобы получить за это награду. Что Аарон хочет награду? Он хочет участвовать в освящении храма. И Творец открывает ему, говорит, «Не переживай, твоя часть больше, чем часть их». Почему? Вот и наша глава говорит о возжигании семисвешника, миноры в храме. Твоя больше, чем их. Непонятно. Ведь их жертвоприношение действует в храме только все время, что есть. Переносный храм, когда он переходил, переносился из разных мест в земле Израиля, в Шилов, Гевони и так далее. Потом два храма, первый, который построил Шлома, второй, который воссоздал и построил под руководством Эзры, твоя больше их. И открывает ему пророческий Творец, что за то, что он так жаждал участвовать в этом освящении храма. Будет новое освящение храма, именно из твоих потомков. И он получил пророчество о событиях Хануки, когда Матитьяу бен Йоханан и его пять сыновей и ближайшие родственники, всего 13 человек, поднимают восстание против самой могучей армии мира, у которой было самое современное оружие, боевые слоны. Ни одного шанса победить у них не было. Но когда встают, чтобы защитить славу Творца, есть ли что-то невозможное перед Творцом? Так говорит ангел Саре. Через год я здесь, и ты держишь сына. Несмотря на то, что Сара была бесплодная, не было у нее места, где вынашивается плод. Ки-по-ле-ми-а-шем-да-вар, если что-то невозможное перед Творцом. Ведь вся природа, Атева, это только скрытие имени Элу-ки-м, всесильный, могучий, обладающий всеми возможностями и являющийся источником и являющийся источником всех сил, которые есть в мире. Эти необученные победили обученных. Праведники победили злодеев. Малочисленные победили многочисленных. И еще на 200 лет вернулось царство в руки евреев во время, перед разрушением второго храма. Так пишет Рамбов. И это то, что обещано Аарону. Но обещано больше. Ведь память об этом чуде, с памятью об этом чуде, с канукальными нашими маленькими светильниками мы уйдем в это двухтысячелетнее изгнание. Твоя часть больше, чем их. То, что мы зажигаем у входа в свой дом Ханукию восемь свечей в память о тех восьми днях чуда, того масла, которого должно было хватить на один день, оно горело восемь дней. Есть ли что-то невозможное перед Творцом? Но пройдем дальше. Наша глава описывает, что Творец повелел, чтобы были вместо первенцев назначены на это служение колено леви. Вспомним, Аарон говорил, но почему я хуже, почему мое колено хуже? твоя плата больше. И сейчас вместо первенцев, которые участвовали со всеми евреями в строительстве, в создании золотого тельца, сейчас искупают их левиты. И особенный обряд искупления, они должны сбрить все волосы на своем теле, кроме ресниц, так же, как Митсура, тот, у кого язва царат, и так же, как тот, кто взял обед, чтобы быть назиром, в конце он сбривает волосы. Нам запрещено сбривать волосы с края нашей головы, с края нашей бороды. Обязаны они сбрить волосы. Почему? Потому что первенцы участвовали в идолопоклонстве, а тот, кто служит идолу, он приравнивается к мертвецу. И это то, что обряд очищения. Тот, кто очищается от нечистоты мертвеца, в третий, в седьмой день брызжут на него водой из источника, в который пепел красной коровы. И особенную вещь делает Аарон по повелению Творца. В этот день он должен сделать особенное священное вознесение каждого леви. Если мы подумаем двенадцать часов, за двенадцать часов он должен был поднять, опустить, и во все четыре стороны потрясти посвященного Творцу Левита. Двадцать две тысячи за двенадцать часов. Вы понимаете, какое служение он сделал, сколько нужно было сил, и, несомненно, Аарон это сделал. Но следующая тема нашей главы говорит о совершенно невероятном. и были люди, которые были нечисты из-за того, что они прикасались к мертвецу, и они обращаются к Моше и Аарону и говорят, почему мы должны быть хуже? Они не могли принести пасхальную жертву в этот день? Почему мы будем лишены возможностей принести жертву Богу в это установленное время среди сыновей Израиля? Как почему? Вы нечисты. И Талмуд объясняет, это те самые люди, которые несли ковчег, в котором были кости Йосефа. А из особенной желания быть близкими к этому великому праведнику, они держали этот его саркофаг в своем шатре. И только с горы Синай мы получили особенные законы, выделенные законы еврейского народа, законы о туме и таре, об особенной ритуальной чистоте и нечистоте. И это законы о том, что мертвец делает нечистым все то, что находится в шатре. И вот они приходят, говорят, почему мы должны быть хуже? Ну как почему? Потому что тварец объяснил, только чистый, ритуально чистый может участвовать, может принести пасхальную жертву и вечером есть ее с мацой и горькой зеленью. только только потом откроется закон. Если большинство еврейского народа нечисты, то они имеют право принести пасхальную жертву и в нечистоте. Но сейчас это первый, они задают вопрос, да, у них седьмой день кончается вечером в Песах, а если они принесут жертву, это будет жертва от неочищенных. Хорошо, только принесите нашу жертву, даже если мы не будем права иметь ее есть. Вот это выполняйте заповеди не ради того, чтобы получить за это награду. Но откуда они это выучили? И Творец открывается и говорит, да, ровно через месяц они принесут пасхальные жертвы и эти жертвы будут так же, как первые пасхальные жертвы. Это Песах Шини. Удивительная вещь. Я днем не успел надеть тфелин. Я прихожу домой ночью, надеваю тфелин. Я исполнил заповедь. Время только днем можно надевать тфелин. Прошло семь, восемь дней за границей праздника Сукот. Я как раз достал особенный трог. Я делаю потрясывание этим трогом. Я мог бы с таким же успехом взять тумбочку и потрясти ее. Никакого отношения к заповеди не имеет. Как это может быть, что Творец дает платеж ровно через месяц Песакшини из-за того, что было у них такое желание принести эту жертву? А почему ровно через месяц? Когда я видел это объяснение у моего учителя Равицка Казильбера, он говорил, что если у нас выпадает высокосный год, 13 месяцев, то паскальный седр ровно через месяц. Так вот это то, что они заслужили. И здесь заключен великий ключ к пониманию того, что такое заповедь. Ну, что такое заповедь? Повеление Творца, приказ Творца. Так объясняет шло Кадош. По названию его книги Равгоровец называется книга его называется Шней, Лухо, Табрит, две скрижа Лизавета, и еврейский народ называет его Кадош. Шло о Кадош. Он говорит Митсва это не приказ и не повеление, это состояние связи с Творцом. И задается вопрос, как в нашем материальном мире мы можем исполнять заповеди? Они же все из духовного мира. Если бы они все находились здесь, то передвинуть шкаф или надеть тфелин, это все одно и то же. Если не еврей надевает тфелин, это как будто он надел сюда табуретку, я не знаю, или какую-нибудь шкатулку на веревочку. Никакого отношения к заповеди не имеет. Так как заповеди они с неба. И если приходит в сердце человека желание приблизиться к Творцу, исполнить его волю, то с неба спускается особенный луч света, который дает ему возможность сделать здесь действие, которое впрямую находится в будущем мире. Это то, что объясняет наши святые книги, нет у тебя ни одной заповедей, которая не была бы связана с оживлением из мертвых, с будущим миром. это то, что открылось благодаря тем, которые выучили от нашего праца Абраама, когда Творец дает освобождение. По всем законам ты свободен, больной, у нас есть заповедь такая про суку, больной, митстаэр, освобожден тот страдает, он освобожден от заповедей спать в суке, например, есть в суке. А тот, кто говорит, я не хочу освобождения, это то, что было на третий день после обрезания с нашим праца Абраамом, что он сказал? Сказано, был жаркий день, и Творец вывел солнце из его укрытия, чтобы гости не мешали Абрааму, а он сидит у входа в шатер и переживает, к нему не приходит гость. Если сейчас они узнают, что Абрам сделал обрезание, значит, все должны будут, чтобы быть последователями Абрама, исполнять эту операцию. Поэтому они ко мне не приходят. Для чего мне жизнь, если я не могу открывать миру знания о моем Творце. И Творец сделает ему особенное чудо, и в виде трех бедуинов приходят к нему три ангела, и открывается этот великий ключ к нашему миру, к пониманию нашего мира. Если что-то невозможное перед Творцом, тот, то принимает желание Творца и делает его как свое желание, Творец делает его желание как свое. Я все время вспоминаю мой учитель Равицк Гзильбер, когда у него в лагере пронесли тфилин и две святые книги, одна книга весь тонах, а другая все три раздела мишнают. И он сказал, Творец, я не могу оставить здесь, в этом лагере эти святые вещи. Я сделаю все, что зависит от меня, а ты сделай то, что зависит от тебя. Это проверка. Если человек действительно делает от себя все, что возможно, разве есть что-то невозможное перед Творцом? Это то, что открывает великий царь Давид в Псалме. Ашем цельха альяд яменека. Творец как отражение, как тень от твоей правой руки. Как ты открываешь Творцу, так он тебе и дает. Это великий урок, который мы получили от Аарона, от Колена Леви и от тех людей, которые были нечисты. Почему мы должны быть хуже? Лама не гора. И это то, что слышал я от своего учителя Гаона Рамойши Шапира Зацаль, который сказал, наше поколение сказано в трактате Сота подобно поколению, лицо которого, как лицо собаки, морда собаки. И это первое, чем определяется худ спиязги. Наглость возрастет. Собака не стесняется, делает на улице все, и в поколении этом не будет стыда. Но с другой стороны, то, что каждый из нас может взять самое главное, это то, что научили эти люди, почему мы должны быть хуже. И мой учитель Гаон Рамойши Шапира сказал, «Зе худ спешель к душе, это наглость святости. Мне не хватает близости к Творцу. Это главное то, что я хочу, а заповедь она меня связывает с ним. Это то, что каждый может подняться на новую ступень. Кто я такой, чтобы кого-то учить, чтобы сделать что-то больше, чем обычно все делают? Но если ты хочешь перейти эту границу, взять на себя больше, открыть руку Творцу и сказать, «Я делаю то, что зависит от меня, а ты делай то, что зависит от тебя». Нет границ. Тот, кто нам дал жизнь, он дает нам возможность связаться с источником жизни, с ним. не он дает он н Продолжение следует...